Здравствуйте! С вами программа «Зелёная экономика» Проект телеканала «24 Киеза» Это о самом главном, об экономике будущего По большому счёту для нас погода в плюс 2 или минус 2 градуса не особо разнится Между тем немалое число людей, политиков, общественных деятелей и учёных-экологов Посвятили своей работой борьбе с изменением климата на Земле Они совместными усилиями пытаются остановить ход глобального потепления на эти самые 2 градуса От решения этой проблемы 21 века зависит будущее всего человечества Поисками ответа на этот вопрос сейчас занимаются во всём мире И как отметил генеральный секретарь ООН Пан Гимун во время своего визита в Казахстан Мы являемся последним поколением, которое может решить проблемы, связанные с глобальным потеплением до того, как станет слишком поздно И для привлечения внимания к этой проблеме, к примеру, в Европе уже второй год проводят дипломатический день по климату Вопросы охраны окружающей среды и проблемы изменения климата всё чаще стали подниматься на уровне международных и дипломатических организаций Так как многие решения в политике и торговле, а также в ситуациях, связанных с продовольственной безопасностью и безработицей Так или иначе связаны с проблемами экологии Весь мир обратил своё внимание на вопросы глобального потепления Европейские страны, инициировав дипломатический день по климату, стараются подчеркнуть положительные действия в этой сфере И повысить информированность населения касательно этой глобальной проблемы Напомним, что впервые такой день был проведён в прошлом году по инициативе Франции, Германии и Великобритании В 2008 году Великобритания была первой страной, которая на законодательном уровне закрепила вопрос сокращения выбросов парниковых газов В этом направлении мы также вели работу на международном уровне Мы сотрудничаем и с ООН Мы ставим перед собой цель сократить выбросы парниковых газов к 2030 году до 40% ЕС является участником многосторонних природоохранных соглашений И, как правило, не отказывается и от обязательств и помощи развивающимся странам В частности, недавно в Казахстане стартовал новый проект по поддержке зелёной экономики на сумму 7 миллиардов 100 миллионов евро, профинансированный Евросоюзом Казахстан проявляет большой интерес к вопросу изменения климата и его регулированию И эта проблема также касается Центральной Азии Но при этом невозможно действовать порознь Ваша страна в 2013 году сделала большой шаг в сторону зелёной экономики Приняла специальную концепцию Сфера зелёной экономики помогает развитию технологий, созданию рабочих мест и делает жизнь граждан лучше Европейский Союз сделал приоритет, поставил перед собой задачу по борьбе с изменением климата Мы разработали общую стратегию по сокращению парниковых газов По словам главы представительства ЕС в Казахстане, к 2020 году уровень выбросов в Европе планируется сократить на 20% В 2030 году на 40% и к 2050 на 80%, а то и на все 95% Доказано, что главной причиной глобального потепления являются парниковые газы И рост выбросов может привести к климатическим катастрофам, которые уже заявляют о себе Конференция по борьбе с изменением климата пройдёт в декабре этого года Мы примем документ, вступающий в силу в 2020 году Нам необходимо достичь максимального соглашения по уровням выбросов Не должно быть так, что развивающимся или индустриальным странам доставалось больше или меньше Всё надо делить разумно Вместе с тем в рамках дипломатического дня по климату прошёл конкурс среди студентов По написанию эссе на тему борьбы с изменением климата В нём приняли участие студенты, которые обучаются не только на родине, но и за её пределами Они представили на суд жюри своё видение решения экологической проблемы Победителем конкурса стала Айжана Бельгазина В эссе студентка поделилась своей главной мыслью, что людям нужно закладывать в понятие дом Её представление, жильё каждого отдельного человека – это не просто владение определёнными квадратными метрами Это целая планета Из бережного ухода за своим домом начинается чистота большого мира На самом деле я решила написать это, потому что многие люди несерьёзно относятся к этой теме и равнодушны Считают, что дом – это просто где я живу в настоящее время Ну, пренебрегая тот факт, что наш общий дом – это земля Поэтому многие считают, что эта проблема глобального потепления не отнесётся ко мне ни к каким бокам Но на самом деле, хоть, возможно, не прямолинейно, но через второстепенный фактор, например, через страховку, через повышенные рыночные цены и так далее, оно всё равно коснётся Поэтому я рассказала о том, что нужно беречь этот дом не только для себя, но только и для своих будущих поколений Посол Германии в Казахстане отмечает, что идея конкурса «Эссе» также может способствовать продвижению темы защиты и сохранения окружающей среды И такие инициативы, как «Дипломатический день по климату» имеют особую роль, чтобы показать миру актуальность этой проблемы Тема изменения климата для Германии особо важна В прошлом году мы проявили эту инициативу совместно с Великобританией и Францией И мы очень рады тому, что страны приняли участие в наши мероприятия и в этом году В числе активных участников дипломатического дня была и Испания Посол этой страны считает, что на повестке дня стоят важные вопросы относительно нашего климата По словам Мануэля Ларотча, под пристальным вниманием всех участников форума будут три важных аспекта Экономика, общественность и окружающая среда Соглашение по устойчивому развитию поможет всем народам, в том числе развивающимся странам и Казахстану У вас идет усиленная программа индустриализации и диверсификации экономики Однако без сохранения окружающей среды не может быть и речи о развитой экономике Мы должны комбинировать развитие страны в аспекте устойчивого развития Послы дипломатических миссий европейских стран едины во мнении, что человечество находится на рубеже принятия важного решения Которая, возможно, изменит ход климатической политики всех развитых и развивающихся государств Надо обязательно эту проблему решить Я знаю, что это непросто, что есть разные интересы Что найти компромисс – это очень сложный процесс Я очень надеюсь, что все равно, несмотря на все эти различные интересы, можно будет найти общий язык Напомним, что Казахстан ратифицировал конвенцию об изменении климата в 1995 году А в 2009 утвердил на законодательном уровне Киотский протокол Согласно международным документам, наша страна взяла на себя обязательство сократить выбросы парниковых кассов на 15% к 2020 году от базового уровня 1990 года Однако, какие обязательства возьмет на себя Казахстан в новом Парижском соглашении, пока неизвестно Кроме общего международного соглашения в Париже, страны должны подготовить национальный документ В котором укажут свои обязательства по ограничению или сокращению выбросов в соответствии с их возможностями Министерство в настоящее время приступило к изучению данного вопроса На сайте РККОН размещены документы, которые выложены в качестве рекомендации по выработке такого документа Экспертами министерства, под нашей подведомственной организацией Жарсалдамо, неправительственного сектора, Назарбаев университета Начата работа по разработке данного документа, который будет содержать, какое обязательство Казахстан возьмет к новому климатическому соглашению Министрам также утверждена дорожная карта по выработке данного документа В рамках выполнения этой дорожной карты у нас определен срок в сентябре На сегодня уровень выбросов в развивающихся странах превышает 50% от общей доли И если в решении этого вопроса не предпринять какие-либо действия, показатель может вырасти до 70% за несколько лет Казахстанский эксперт в вопросах экологии Сергей Васильев считает, что без участия развивающихся стран в новом соглашении Задача по удержанию температуры на 2 градуса может потерпеть неудачу Участие всех стран, особенно развивающихся стран с какими-то обязательствами будет ключевым моментом для успешности нового соглашения Потому что если взять ситуацию 20-25 лет назад, когда разрабатывалась и принималась рамочная конвенция по изменению климата Киосский протокол к ней, то на долю развитых стран приходилось 2 трети выбросов парниковых газов И было логично разделить страны на развитые и развивающиеся И призвать развивающиеся страны внести основной вклад в снижение выбросов Потому что на их долю приходилось 2 трети выбросов на тот момент Мир в ожидании глобальной встречи и созданный Зеленый фонд для помощи развивающимся странам в адаптации к последствиям изменения климата Пополняется все новыми средствами Напомним, что до 2020 года его казна должна расти на 10 миллиардов долларов ежегодно Это была программа «Зеленая экономика» Смотрите нас еженедельно, и вы поймете, что заботиться об окружающей среде выгодно До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»